И так, я всё вспомнил, вернее, посмотрел собственную шпаргалку. Вот этим и хорошо, ребята. Берём флекси и делаем ему усы. Потом мы ещё вот так загибаем их. Вот. Вот так. Хорошо. И нажимаем Enter. Нажали Enter. Выделили. Пошли вот сюда, и здесь вот Debt, вот это увеличим, как нам нужно. Ну вот, так, наверное, много нам не надо, вот, буквально тут 0.03. Сейчас сделаю. Это много, это прям слон. Вот так, кстати, слона можно сделать, да? Вот так, вот. Так, и так как он у нас уже здесь стоит, я до этого делал, давайте-ка мы перебросим это по горячим следам. Пойдём сюда, в ключик возьмём Mirror и скажем, что нам надо вот по оси. Хорошо. Да? Ну, естественно, надо нам ещё и G нажать и по X их сюда передвинуть. Вот так, эти усики. Ну, их штуки две, наверное, надо будет сделать. Давайте разное сделаем, а то будет одинаково, как робот. Давайте сделаем разное. То есть я повторюсь, X, делаю настройка, более такое прямое сделаю сейчас. Так, Enter, выделение. Опа, не-не, теперь нам нужно выделить это дело. Вот так выделили. Пошли вот сюда. Сказали тоже у нас должен быть 0,3. Где-то вот так. Ага. И так как у нас уже всё настроено, становится легче уже работа, когда понимаешь, что ты делаешь. Или куда? Ну, я думаю, две хватит. Или три поставить. Покороче ещё. Давайте сделаем. Уж очень мне это нравится. И когда вот понял, как делается, да, уже хочется, как бы, ещё что-нибудь поделать. Давайте вот так сделаем. Так, Enter, выделяем, идём сюда, говорим здесь 0,3, даже поменьше, 0,2 достаточно будет, да? Вот так. И тоже её замирорим. Где у нас? Вот он, мирорчик. Он так по X стоит, а пробу? Ну, ставим, да. Можем это между собой соединить по Y. Ну-ка. Да, ну тогда он вот тут начинает ерундить, да? Не, ну вот так сделаем, потом по Z. Нет. Так сделаем сначала. Подожди. Э, это зачем ещё? Так, то есть вот я делаю так. Я уменьшаю её. Нажимаю опять. А, теперь движение надо. Движение по Z. Так. Конечно, более разнообразно, ну, не знаю, нет. Назад. Вот так. Сделали так, взяли. Вот так вот мне нравится. Так, теперь я уже смотрю, что у нас тушка получилась большеватая. Тап, прозрачность, выделяем и двигаем по... Вот так будет достаточно, я думаю, даже чуть поменьше. По это у нас Y, да? По Y. По Y, по Y. Так. Так, хорошо. И теперь вот эти мы выделим. И тоже их потянем по этому же Y. Ну, как бы вот так. Так. Здесь, я думаю, нам надо будет поднять чуть-чуть, потому что шея слишком тонкая. получается. Да. G и X. Так. Вот так. И вот эти, я думаю, что можно чуть-чуть сдвинуть тоже по Y. Вот так. Как бы вот так. Я думаю, там достаточно будет. Хорошо. Далее. Выделяем. Идем в объект модус. Выделяем все вот эти. Ну, вообще, ну, давайте-ка мы вот так select box сделаем. Вот так. Раз. раз. Оно выделилось. G. И потащили по. Вот так. Допустим. Хорошо. Хорошо. Теперь смотрим в пропорциях. Видим, что зад слишком поднят. Поэтому мы сейчас поправим и это. Ну, мы же делаем с нуля. Мы же вообще не понимаем, что мы делаем, да? Длигаем. Длигаем. Г. Вот так. Так. Это по X, вернее, по Z. Так. Вот так. я думаю достаточно иначе мы уже переврем это все так ребята мы вот в мыши превращали вообще-то ну-ка объекты давайте посмотрим как бы не забыть то объект но мы селисует вот этот объект так конверт то мышь так 6 захотим что-то изменить то нам надо будет естественно превратить его мышь вот так и почему вспомнил потому что у нас сейчас гвозди предстоят предстоит делать гвозди чтобы по тому же принципу оставаться гвоздики поэтому уничтожи возьмем короткие гвоздики нынче сделать вот так нас это все так теперь опять берем так с вот так это далее выделяем превращаем ее в трубу и наша труба вот и делаем ну вот все вот такое вот такой гвозди делаем чуть покрупнее сзади мне побольше поэтому здесь делаем гвозди крупный вот такой вот такое это у нас хотя пускай будет одинаково ну и естественно нам надо это в мышь превратить да мышь превратили возвращаемся в эдит и здесь делаем опять же два надреза где у нас тут резачок а гляньте сколько у нас тут не сдвинутых этих осталось так срочно так срочно и двигаем с помощью G и с помощью X X вот так смотрю ну да немножечко назад вот так хорошо вот она у нас конусом все правильно так страшноватенько какая-то мышка ну ничего значит нам нужно будет увеличить это дело G S мы сделали из нее мышь или нет нет я думаю да да 6 так странно здесь стоит так теперь режем выделение у нас тройки и выделяем здесь гвоздик не ну не надо это переходим выделение так у нас этот не включен да поэтому у нас половинку может только выделить сейчас вам нужно все выделить и S и двигаем так и S и Z вот так хорошо далее мы так тут у нас что получится F да получится мы закрыли F нажали и закрыли этот шляпку возика так теперь переходим мы в режим сверху и двигаем наш с буквой ой нет две две и двигаем его вот сюда так ну я сейчас не буду с этими зеркальными делами опля вообще сохранял или нет все таки это блендер не забывать надо так сохранили тык маус и сейчас будем просто дубликаты делать так далее еще раз о тебе суда я так и еще раз когда бывает быстрее ты сделал чем учиться симметрия так хорошо . все отлично эти мы можем конечно кубе сверху подвинуть чуть-чуть и вообще все подвинуть надо сверху сверху ребята это седьмой давайте мы сейчас выделим все куба 1 2 3 4 g по игроку так лично так и у нас остался хвостик ну с хвостиком у нас вот тут давайте сделаем такой загибу листой гвоздик хотя не знаю ребят дело в том что нельзя там на конце оставлять это будет тушканчик тогда поэтому мы сейчас с вами и попробовать чуть вниз да повести лево и вот так да давайте все таки сделаем я говорю гвоздик здесь сейчас я подумаю подождите вообще что думать давайте сделаем давайте сделаем такой загнутый гвоздик раз мы уже делаем из гвозди все ночи теперь да давайте убрали выделение теперь берем и делаем так так допустим да хотя не знаю не понравилась мне это дуга как точки поправлять я еще не знаю поэтому я сейчас просто удалю из нарисую по новое так 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 такой синусоиду сделаем и вот так да вх получился надо научиться править я вообще-то еще разок ну прямого фея идет чего вы хотите вот так сделаем теперь выделяем это какой-то косяк у него мне кажется вообще я вам скажу так я сейчас это ну даже пускай она так наверное остается хотя нет он слишком плоский получился вот я заметил знаете что что вот я сейчас удалю смотрите я сейчас подвожу в троечку встану да и начну вести этот гвоздик гвоздик вот с этой стороны я не знаю почему это влияет но это влияет сейчас убедитесь так я выделяю теперь это дело вот теперь должен быть себе всяких косяков смотрите если это делаю да все кругленькая все отличненько все замечательно не совсем кругленькая ну вот в этом месте мне не нравится как бы сгибание поэтому еще раз не предполагал что столько с хвостом будет всякой этой ерунда так так и так вот теперь хороший хвост выделяем выделяем теперь он опять такую штуку сделал вот от чего зависит мы делали то же самое с вами все хотя нет вот мне это пока интересно почему такие вещи происходят то есть как как бы казалось бы одно и то же все вот так enter все поделение да все нормально кто знает в чем дело пускай мне напишет вот так вот так ну и все наверно нет там не надо шляпку делать я лучше сейчас что я сделаю я выделю это дело скажу я пока не знаю если не такое резолюшен если не такая возможность брел старт ну-ка ну вот так просто уменьшает я думаю она будет я думал что она будет это да вот экструд попробовать экструд не действует но хотя нет делать больше что-то экструдировать но это нам не надо это тоже не надо а интересно есть у нее такое потом разберемся пока оставим так как есть что мы скажем мы теперь скажем что нам надо ее конвертировать мы же конвертировали теперь пойдем вверх вверх зайдем мне бы надо было вот расширить эту штуку я не знаю попробую сейчас если получится но вряд ли мы едет едет так сейчас я попробую значит так этиксы вот они они s и u и пусть заострено будет вот так нажать окажать ну вводим и все теперь можно еще немножко его сделать побольше этот хвост давайте попробуем его сделать заскалируем сейчас хотя зачем пускай будут тонкие хвосты мышки вот так сюда так ну и последнее это мы сейчас поставим ее на подставочку на зелененькую тоже вот так промахивайся где у нас меж куб так да s давайте мы его вот так сначала сделаем так а потом раздвинем его опять по оси икс так и раздвинем еще по оси y так так и опустим соответственно по зету посмотрим сверху понимаем что у нас немножко не там так поставим все мыши готовы сейчас мы ее покрасим до вершине ко всему мне вот интересно а как допустим сделать чтобы те цвета которые мне уже были настроены не сюда пришли наверно никак ну да ладно давайте будем сами это делать мы сейчас пойдем с вами сначала ммм рендеринг да вот так в рендеринг пойдем сменим нашу лампу где наша лампа вот она наша лампа мы сменим ее на солнце так уберем здесь нам столько то не надо 90 90 допустим еще меньше вот так вот 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 так сделаем все хорошо вот наша мыша так теперь сделаем ей где у нас это может быть камера да пойдем в камеру ну и возьмем где у нас оклюжен вот он наш оклюжен ну посмотрим нет это нам не годится нам нужно сейчас что то он дергается непонятно что так теперь мы на ноль ставим камеру да видим что камера у нас надо ее закрепить теперь так где она у нас крепится камера где то здесь должна была быть закрепление не нет никого вообще нет никого вообще здесь у нас закрепить камеру то интересное кино тут нет сейчас гляну свои записки и вам покажу ну еще рано нам с рендерингом давайте мы пойдем шейдинг вот так чуть-чуть уберем вот так сделаем побольше вот вот так вот сделаем так хорошо здесь вы помните что мы как только вот так сделали правой кнопкой нажали сказали ария вот она встала сюда это мы сейчас вытянем и как только выделим один из наших квадратиков сразу же говорим нам нужно новое и она будет совершенно зеленая так начинаем опять делать какие зеленые хорошо здесь сразу видно что будет так ну какое вот 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 такая трава будет хорошо так я уже думаю может быть нам сделать мышь белая знаете такое выражение вот ты мышь белая тогда у нее как бы все на альпинос да мы не будем делать альпиноса ну ее нафиг давайте сделаем серым вот выделили и сказали что материал будет серый то есть новый да новый материал серый серый так и вот теперь надо сделать серенький цвет вот вот такой допустим да вот такой сделаем серенький цвет окей серенький так теперь нам надо сделать новый назвать его black так хорошо назвали black и сделали его черным только не это ну неважно ц черным не будем делать так мы ее выделим и скажем что это тоже серая вот а вот нос потом вот эти вещи ну ладно нос делаем черным черным глазики делаем черные эти волосики выделяем все попробуем сразу же тоже сделать их черными а нет я же говорю он выделяет последнее только делает выделение там есть обходить как это ну проще вот так так ухи давайте сделаем розовое роза 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 так розу мы сделаем ну нет ребята ну такой немножко брестовато чуть-чуть роза хорошо тогда мы выделим два уха и скажем что это должно быть роза вот так да это должно быть роза вот это должна быть черная все все и вот этот материал мы скажем новый скажем так железо зелезо зелезо так какое у нас зелезо ну вот такое у нас пускай будет зелезо так хорошо сделано что сразу видно замечательно так железо зелезо 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 Ну, и все. Вот так. Так, справились. Теперь пойдём. Может быть, этот тоже сделает розовый? Давайте посмотрим. Кто её знает? Может, красивше будет с розовым? Нет, тогда похоже, конечно, на тушканчика, естественно. Вот так. И её можно будет смотреть, чтобы она смотрела сверху. Похладём вот сюда, потом, чтобы она нюхала что-нибудь. То есть это тоже вот симуляры получатся хорошие, для которых не придерётся ни один там этот, как его там, инспектор или ещё что-то. Так, отлично. Это мы с вами сделали. Теперь мы идём опять в рендер. Ага. И в этом рендере... О! Рендер, я сказал. Вот. Теперь нам надо поставить... ноль. Вот. Ноль. И теперь точно мне надо вспомнить. Так, давайте сохранимся. Перейдём в объект. Модус. Нажмём Х. Почему-то не выскакивает. Вью. В бэкграунд можно было ещё подбелить немножечко вот так и сделать его светлым. Вот таким, допустим, да? Ну, а почему я не могу этот самый вью найти теперь? Где он тут у меня? Есть где-нибудь? Так. Сейчас спрятался. Тут была стрелка, я его сейчас вытащил. Застрелка, тут есть вью. Ну, и где здесь? Хорошо. А, наконец-то я вытащил и эту еще, она все попряталась, пришлось вытащить. И вот здесь есть лук, лук или лук-камера, лук это другой лук, то есть закрепить ее. И вот тогда мы можем нашу мышу удалять, приближать. Так, такая милая получилась. Несчастная. Ай, несчастная мыша, да? Ну, давай. Несчастная, так несчастная. Давай тебя подвинем сейчас сюда. Вот так. Вот так, чтобы более видно было все. Хорошо, ребята. Теперь нам остается нажать волшебную кнопочку F12. Вот она, наша мыша. Ну, что ж. С чем я вас и себя, конечно, поздравляю. Прекрасно. Пока мы не делаем мягкие все, вот это вот, то есть делаем очень жесткое такое все, но этого будет достаточно. Вот, радует, что даже вот тут у меня зрачки светятся. Ну, замечательно. То есть управление рендером у нас потом, но главное, мне кажется, мы справились с задачей, с теми знаниями, которые у нас есть, мы можем уже что-то творить в качестве вот делать таких милых мышат. На этом я с вами прощаюсь, до следующего видео, там у нас еще кошки, собаки ждут. Хе-хе-хе, давайте, пока.